Здравствуйте, это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня у нас в гостях Василий Гусаков, специалист отдела безопасности людей на воде, управление МЧС России покорились. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий, выход на лед запрещен уже достаточно давно, но то тут, то там видим рыбаков на льду бесстрашных. Насколько все это опасно и какова вообще льдовая обстановка? Да, на самом деле, ввиду вот этой вот затяжной весны, которую мы наблюдаем на улицах, очень опасно на данном моменте выходить на лед водоемов. Вот, и есть очень, на самом деле, большая разница между льдом весной и льдом осенью. Сейчас даже по оттенку не разобраться, куда можно идти, а куда идти нельзя. Есть также изменения в структуре льда. Он становится игольчатый, рыхлый, мягкий. Вот, можно провалиться, в принципе, даже на достаточно толстом льду и со всеми вытекающими отсюда последствиями. На Онеге сейчас что происходит? Ну, вот вокруг Петрозаводска, скажем так. Онежское озеро несколько недель назад стало вскрываться, затем волной лед разломало, и, собственно говоря, вот куда дует ветер, туда всю эту шубу, обломки льда и относят. И рыбаки, которые выходят на какие-то прибрежные участки Онежского озера на рыбалку, они рискуют быть оторванными от берега, и, собственно говоря, их унесет в открытое озеро, на волне поломает лед. Неизвестно, чем все это закончится. Неизвестно, чем это все закончится. Есть такие товарищи среди наших сограждан, которые говорят, ну, на лампушке-то безопасно рыбачить. На самом деле они ошибаются по причине того, что, как я сказал, лед очень опасный, и даже если человек провалится, выбраться из этой полыни очень сложно. Это надо обладать довольно-таки большой физической силой. А если у человека нет ни зацепов, ни веревки, чтобы как-то себе в этом помочь, то, в общем, очень это сложно. Второй вопрос. Выбраться из полыни – это еще полбеды. Надо же еще не переохладиться, дойти до машины, попытаться разжечь костер, как-то согреться. А если учесть, что человек, допустим, может быть пожилой и пенсионер. Понятно. Дети весной очень любят играть у воды, кататься на льдинах. Дайте совет профессиональный. Как ребенку объяснить, что это опасно? Может быть, на каких-то примерах? На какие струнки его души нужно задеть, чтобы, наоборот, не пробудить интерес к катанию на льдине? Вы знаете, на самом деле это большая планомерная работа, которая должна вестись и в школе. И все начинается, безусловно, дома. Лекции, беседы, которые проводятся в школах с привлечением посторонних специалистов. Потому что порой чужое мнение, еще человека в форме, человека, обладающего авторитетом, так сказать. Приходишь вот на эти лекции, дети на тебя так смотрят, ну, видно, что они гораздо внимательнее тебя слушают, чем учителя. Может быть, вас сейчас услышат еще наши экстремалы, рыбаки-экстремалы. Сколько уже утонуло этой весной? С начала 2017 года утонуло уже шесть человек. Шесть человек, да. И последние люди, они, собственно говоря, утонули уже на рыбалке. Последний вопрос. Куда звонить? В какие двери стучатся, если кто-то видит тонущего человека, тонущего рыбака, например? Если вы видите, что тонет человек, надо как можно быстрее взять мобильный телефон и набрать 112 добавочный 1 или 101. Можно также позвонить со стационарного телефона 0-1 или 73-35-16. Это Карельская республиканская поисково-спасательная служба. Спасибо. Будем надеяться, что к вашим советам прислушаются. И у вас будет не так много работы в этом направлении. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски ищите на сайте tnt-onego.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова